Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! Друзья, напоминаю, что мы находимся во Франции, а конкретнее в Париже. И сегодня решили для вас снять очередной выпуск именно про Париж, потому что мы вам еще показали не все интересные места. Хотим пойти в райончики, посидеть, возможно, в какой-то французской кафешке, взять круассаны. Так как реально мне даже в Инстаграм писали ребята, что зайдите в какое-то уютное место, и просто покажите нам, чтобы мы окунулись в атмосферу Парижа вместе с вами. На данный момент мы двигаемся в интересный район, который называется Монмарт. Более подробную информацию мы уже расскажем, когда прибудем на место назначения. Там есть очень много интересных мест, которые мы вам, собственно, покажем в этом видео. Также хочу напомнить, что в описании под этим видео будут полезные ссылки для украинцев, которые, возможно, планируют временно переехать жить во Францию. А конкретнее по поводу статуса временной защиты, работы, медицины, учебы. В общем, если вам, друзья, эта информация актуальна, обязательно переходите в описании под видео и ознакомливайтесь. А тем временем можете усаживаться поудобнее, заваривать чаек, заранее нас поддерживать лайком. И всем приятного просмотра! Как-то не очень нам везет с погодой в Париже. Смотрите, опять мы проснулись, позавтракали, вышли и пасмурная погода. Не знаю, все-таки это хорошо, что не дождь, конечно, да? Но вот солнышко, конечно, не помешало бы. В сегодняшний вечер даже передают солнце и, возможно, еще завтра будет солнце. Так что я надеюсь, что нам все-таки повезет. Район Монмарт считается одним из главных районов Парижа. Это большая достопримечательность. И раньше Монмарт был отдельным городом. Здесь даже есть ратуша и своя церковь. А потом получается, что они вместе соединились с Парижем. И сейчас это просто как будто здание старой ратуши и старой церкви. Мы обязательно к этому месту подойдем и тоже его посмотрим. Сейчас в Монмарте проживают очень много писателей и художников. И также здесь раньше они тоже проживали. Сразу, ребята, перешли дорогу и нас встречает первая достопримечательность. Это всем известная Молен Руш. Смотрите, такая мельница. Это кабаре. Кабаре изначально было местом, где люди просто собирались выпить. Разные писатели или люди высшего общества. И их развлекали на сцене разные танцовщицы. И как раз именно в этом кабаре началось все из танца кан-кан. Где, получается, танцевали женщины и просто показывали нижнее свое белье. И изначально в кабаре произошел первый стриптиз. Кабаре поначалу людям не сильно зашли. И в какой-то один момент просто вышла женщина на сцену и разделась. И с того времени начался стриптиз по всему миру. Ого, и потом понеслось, да, как говорится. Везде начали... Раздеваться. Да. И, кстати, стоимость входа в кабаре от 230 евро на данный момент за одного человека. И нужно покупать билеты заранее. Потому что я смотрела, на ближайшие дни их нет. И писали, что в Кассе их тоже нет. И еще я видела, что там раньше в Мельнице на Airbnb можно было снять даже жилье. Там небольшая такая комната в розовом стиле. И они сдавали типа в аренду туристам. Сейчас этого нет. А раньше было. А почему такой вход дорогой, не пойму? Ну, это считается самый популярный кабаре Парижа. Даже, наверное, самый популярный кабаре всего мира. Сюда люди приезжают, чтобы просто посидеть внутри, посмотреть на вот это ваншоу Каткана. И просто чтобы окунуться всю эту атмосферу. Ну, не знаю, друзья. Я бы, честно говоря, пожалел таких денег, чтобы сюда зайти. Очень интересно. Кто-то из вас, возможно, был здесь. Платил эту стоимость за вход. Напишите в комментариях. Поделитесь эмоциями. Стоило оно того или нет. Что вообще вас там ожидало. Потому что информация реально очень интересная. Вот так получается выглядит главный вход. И я смотрю, даже написан прайс. Давайте узнаем, что почем. А, даже 250 евро, да? Самый дешевый вход. Можно еще за 285 и за 455 зайти. Также вот шоу. Смотри, тоже 195, 160. Это дешевле. Эти даже дешевле. Вип по 245. Ну и на входе прям, смотрите, красная дорожка. Все выглядит очень солидно. Ну, конечно, за такую стоимость, слушай. Тут не только красную дорожку. Тут еще на Майбахе подвозить бесплатно должны, наверное. Ну, кстати, я раньше смотрела, что стоимость была всего 100 евро. И многие туристы сюда купили. А сейчас почему-то стоимость очень сильно поднялась. И сегодня, когда открыла сайт с ценами, я немножко была в шоке. Потому что я думала, что максимум 100 евро стоит. В общем, если кого-то заинтересует, главный вход, смотрите, тикет офис. Покупайте прям тут билеты и заходите. Сразу возле Малинруж находится популярная кондитерская патиссери. Не знаю, по-французски правильно считать не умею. Хочу вам показать. Известно она благодаря французскому телешоу. Смотрите, такая огромная люстра вас встречает. И, собственно, пирожное. Но я смотрю, цены не сильно дорогие. Вот 3,90 за такое. Тоже 3,90. И это тоже 3,90. Там, смотри, маленькие 6 кусочков, 13,50. 10 кусков, 22 евро. Там и торты, я смотрю, есть немного. Выбора. Кстати, там экскурсия только что проходила. И они прямо остановили людей, чтобы они посмотрели. Наверное, рассказывают более подробно, как это кондитерская стала популярной. И, кстати, именно в этой кондитерской еще впервые изобрали пироженое или торт «Ромовая баба». И смотрите, получается, на улицу, если выйти, можно посмотреть тоже, какие торты готовят. И тут прямо только что девушка стояла и готовила эти пирожные. То есть открытая кухня. Прямо можно посмотреть и рецепт украсть, чтобы потом дома приготовить. Тут еще пироги какие-то разные всякие. Я так понял, это вот эти штуки тут готовятся. И тут прямо, смотрите, вот такие вот красивые торты, как они готовятся. Тоже показывают все. Вообще райончик очень интересный. Мы вот проходим большое количество всяких кафе, ресторанов. Но я заметил, в основном какие-то индийские тут находятся. Там кари пахнет, да. Ну, так же и морепродукты, рыба. Ну, как бы, не знаю. Это место отличается конкретно, я бы сказал, от центра Парижа, да. Тут все как-то иначе. Есть переулки такие разрисованные прямо. Мне даже немного Барселону, наверное, этот район напоминает частично. Нету схожести. Ну, здесь же много художников раньше жило и сейчас живет, и разных творческих людей. Возможно, это все они разрисовывают. А еще в Париже очень любят украшать всякие кондитерские кафешки цветами. Смотрите, вот, Dolce Pippone. Кафешка, там мороженое, пироженки всякие и большое количество цветов. Руслана прямо аж расцвела. Они такие красивые, все же нафоткала их тут тоже. Ну, мы, кстати, сколько идем, смотри, там, наверное, как ярмарка сплошная. Там и морепродукты, и вон на разлив там глинтвейн всякий, вино. Ну, большой выбор всего. И как-то тут тесно. Как-то там, где мы были в центре Парижа, там широкие улицы. А тут как-то, смотрите, ну, реально очень мало места. Все как бы миниатюрно так сделано, тесно. Люди ходят, толкаются как-то. И Монмуар является самым высоким районом. Получается, именно с этого района будет видно весь Париж, когда мы выйдем на центровую площадку. А, то есть это нам надо где-то выше еще подняться, и тогда уже будет... Там будет большая базилика, и мы к ней поднимемся, и там будет, посмотрим на весь город. Двигаемся дальше с Русланой к стене любви. Что там написано? Там, получается, написано, я тебя люблю, более чем на 200 языках мира. Отлично. Ну, я смотрю, уже, кстати, тут начинаются кафешки такие с маленькими столиками. Где-то можно было бы остановиться. Там, смотри, тоже кафе. Да, давай зайдем. Да, вот, кстати, мы поднимались сюда все время снизу. То есть мы живем там внизу, а этот район действительно находится на возвышенности. А вот то, что я вам говорил. Смотрите, там над магазинчиком зелень, цветы. Потом тут, я смотрю, цветы. То есть очень любят украшать не только кафешки, а и просто какие-то магазины, чтобы везде были цветочки. Балконы тоже все абсолютно в вазонах, смотрите. Открытого типа. Не знаю, как зимой тут снег вообще есть или нет. Я не знаю, но я думаю, что прохладно, потому что я смотрела тут зимой, где-то 2-3 градуса было. Да, есть снег, я думаю. И представь, всегда открытые балконы и всегда засыпаны снегом. Это же надо. Да, ну. Ну и вот еще один яркий пример тому, как красиво любят украсить рестораны, кафе. Смотрите, прямо все в цветах, абсолютно. А тут, смотрите, сразу за углом находится местная барахолка. Просто выходят люди и продают все, что у них как бы дома есть, да, стоит, что тут есть интересно. Сервизы в основном всякие, да, бокалы интересные, рюмочки. Вот смотри, какие красивые бокалы офигенные. Они такие тяжелые. А то сейчас поднимешь, и он посыпется, и придется покупать. Ну, в целом, смотрите, что тут имеется. Там вон картины всякие даже есть. Есть бутылки, смотри, чтобы наливать напитки тоже, бокалы. Смотри, рюмочки как будто грамм по 10. И маленькие. Малюсенькие просто, я бы сказал. Честно вам скажу, мне эта барахолка даже немного напоминает барахолку в Киеве. Я вот был один раз на барахолке на Почайной. И там тоже сервизы в основном, старые вещи какие-то. Кстати, она очень огромная и находится прямо возле этой стены любви. Вот там, где много людей, мы сейчас туда завернем, там будет стена любви. И вкратце еще покажем, что тут вообще есть. Фотоаппараты, кстати, тоже большое количество фотоаппаратов было на той барахолке, которая у нас находится. Такие старые. Да, старые, но многие покупают, чтобы объектив взять и прицепить на новый там Кэнон, да, или Никон. Зенит, по-моему, называется объектив. Ничего себе тут народа возле этой стены любви. Смотри, это прямо как возле Монолизы, да? Да, большая очередь. Все выстроились в очереди, все там делают фоточки, снимки. И мы даже сфоткаться. Смотрите, тут прямо пенек есть такой для фотозоны, чтобы встать на него и сфоткаться на фоне этой стены любви. Ничего себе, там есть прямо иероглифы. Ну, как Руслан говорит, на 200 языках мира написано. Честно, впечатляющая картина, потому что кто бы еще придумал такую стену, куда приходят все туристы массово и делают фотографии. Ребят, райончик не маленький, и именно кафе и ресторанов много, но мы не можем найти именно где пекарня, чтобы можно было посидеть, да, и купить круассаны. Потому что, ну вот, к примеру, Пейн, тут и багеты есть, и круассаны, и все, но как бы столиков нет. Это надо купить, выйти и где-то вот тут на улице как бы сидеть есть. А мы хотели за маленьким круглым столиком посидеть. Я, честно говоря, думал, что именно здесь, в Париже, найти кафешку со столиком, где можно выпить кофе с круассаном, не составит проблемы. Но в основном все эти кафешки с круглыми столами, это бары, где берут пиво, вино, либо какие-то коктейли. А именно, чтобы кофе с круассаном, мы до сих пор найти не можем. Фух, поднялись выше. А что мы так высоко поднимаемся? Нам еще нужно идти выше. Ступеньки, это мне напоминает, как мы в парк Гуэля, в Барселону поднимались. Там тоже такие переулки небольшие, ступеньки. И такой вот старый велик, смотрите, сверху нас ждал. Поднялись еще выше. Кстати, я вот не пойму, то ли с нас смеяться будут в комментариях, то ли как так получается, что мы обошли кафешек штук 20 и нигде не нашли круассаны. Это просто рестораны и кафе, где можно взять кирамису, разные еще десерты, но нет круассанов именно. Ну это странно, как это во Франции и в Париже нельзя найти. Сейчас будем дальше еще искать. Короче, багет 100% я хочу взять, хотя бы просто не в ресторане, а в выпечке, потому что говорили, что во Франции именно самые вкусные багеты. Фух, задышка. И, друзья, первая небольшая панорамка, но дальше должно быть намного красивее. Ну а выше, друзья, просто ресторан на ресторане, смотрите, и туристов очень большое количество. Вот раз, два, тоже цветы везде, рестораны. И я заметил, что тут сидят мужчины и рисуют картины. Да, это художники. Да, и очень много, то есть люди прямо покупают картину, чтобы их нарисовали. Интересно, что по стоимости. 20 евро было написано. Да, вот, кстати, тоже картину рисуют, вот еще один. Ну тут прямо массовый, друзья, аншлаг, потому что находится базилика недалеко, туда тоже все ходят. И прямо, я не знаю, 100% колоритные кафешки. Франция, Париж, у меня ассоциируется именно вот с такими видами. Знаешь, что мне нравится? Смотри, вот выставлены столики, и как раз люди сидят с видом на город и попивают винишко, там, кофеек. То есть именно в интересном таком формате, что как бы ты не сидишь просто за столиком, а смотришь как бы на город. Ну как бы не на стену, там, или не на друг друга, а просто наслаждайся видами, красотой. И такая вот популярная улица ведет нас к базилике. Абсолютно везде. Картины, кафе. Я не знаю, уже устал это повторять. Потому что именно здесь сверху находится это все в очень большом количестве. И что я вам скажу, спрос тоже есть. Потому что практически в каждой кафешке максимум один или два свободных столика. Ну, наконец-то мы добрались до базилики Сакракер. Выглядит она, ну, очень, я бы сказал, шикарно. Сакракер является крышей Парижа. Она была построена в конце 1800-х годов. И колокол базилики Сакракер является одним из самых больших и тяжелых в мире. И весит 19 тонн. И теперь в поисках панорамной площадки. Да, она где-то находится возле главного входа. И еще можно в базилику зайти бесплатно. Вход бесплатный. А что, подняться на купол, там где сверху крыша панорамная стоит, 6 евро с человека. Это мы будем подниматься? Нет, не будем. Мы будем просто осмотровую площадку, которая будет на главном входе открываться. То есть там вид практически такой же должен быть? О, ну, вот это уже оно. Сразу видно, что здесь и главный вход, и панорамная площадка. Потому что, ну, людей, как всегда, много. Надо всегда идти на массовое скопление людей. Там всегда будет самое интересное. Вот базилика мы с той стороны снимали. И тут, походу, вот как раз ее центральный главный вход. Мне кажется, даже фасад будет намного красивее, чем там, где мы сняли. Конечно, потому что это главный вход, а не задняя часть. И такой красивенный вид открывается с панорамной площадки возле базилики. Смотрите, видно практически весь Париж, как на ладони. Очень много людей пришлось сделать фото. Также замки продают, чтобы подписать их и повесить здесь на заборе. Ну, виды, конечно, супер. Тем более, панорамная площадка бесплатная. Просто приходите, посещаете базилику и наслаждаетесь такими замечательными видами на Париж. Смотрите, какое большое количество замков висит здесь, где смотровая площадка на огородке. Прямо один на другом. И это еще не все. Там вот вниз, смотрите, тоже все в замках. Как будто бы золотой заборчик. Это все тут, где смотровая площадка. Вот это все получается длинный заборчик. Он реально ну аж туда в конец идет. Обвешан полностью замками. И продают их на каждом углу, кстати, я заметил. И еще с маркерами даже подписывает ваш замочек. А, то есть ты покупаешь у него замок, он дает маркер, чтобы ты написала имя там и вешаешь сюда. Мне кажется, скоро вообще некуда их вешать будет, потому что их прямо полностью обвесили. Да, еще немножко места есть. Но, кстати, странно, что я после левой башни такого не видела, что продавали. И насчет входа в базилику, смотрите, вот это все, вот эти все люди, это очередь, которая выстроилась на вход. Мы так встали, прикинули, за 5 минут мы продвинулись на 10 сантиметров максимум. Мне кажется, тут часа 2 или 3 надо стоять, чтобы посетить базилику. Честно, очень бы хотелось, но терять такое количество времени, мне кажется, мы не будем. Потому что очень долго, если бы очередь двигалась, то еще ладно, так надо на месте стоит. Это все, наверное, из-за того, что бесплатный вход. Если вход был платный, то как минимум раз в 5 эта очередь была бы меньше. Спускаемся на уровень ниже, там тоже, я смотрю, все в замках и вот этот весь заборчик. Короче, узнал, 8 евро стоит маленький замок, 10 евро большой. И, получается, дает маркер бесплатно, это типа бонус. Я смотрю, что тут ниже даже будет вид покруче, потому что там сверху, во-первых, людей много, во-вторых, деревьев. И смотрите, вот так, если посмотреть назад на базилику, это все полностью заполнено туристами. Даже паровозик туристический ездит, можно просто прокатиться. Слушай, а сюда нельзя подняться как-то прямо вот по этим ступенькам к базилике? Можно, по карте можно, мы будем так сейчас спускаться. Просто мы шли как-то через переулки, через улочки, а тут, друзья, есть прямо прямой подъем, чтобы вы не вышли так, как мы в заднюю часть базилики, а прямо вот можно на главный вход выйти. Мне кажется, этот подъем намного приятнее, потому что прямо поднимаешься и виднеется сразу базилика. Ну, а там можно погулять по старым улочкам. Так можно отсюда подняться, а туда потом пойти и спуститься. Мне кажется, мы немножко неправильно зашли. Но вы теперь будете знать, как лучше, хотя, ну, в принципе, оно одно и то же плюс-минус. Смотрите, спускаемся, тут и фонтанчики, и лавочки, и парк. Ну, офигенно красиво, я не знаю, как-то мы зашли, тут прямо, ну, очень классная атмосфера. А вот и фонтан, как выглядит, который мы вам показывали сверху. Не знаю, это все, конечно, красиво, но я что-то так нагулял аппетит. Я бы сейчас и багет бы, и круассан бы съел. Я думаю, что мы таки найдем булочную и посидим. Да, давайте, наверное, спускаться и приступать к самой интересной части выпусков. Там, где мы дегустируем местную кухню. Или хотя бы не местную, я сейчас уже готов на любую. Спустились вниз, и как раз нас встречает огромное количество кафе. И я смотрю, вот здесь есть выпечка. Давайте посмотрим, может, круассаны или багеты. И как раз можно сесть с видом на базилику, да. То есть, смотрите, вон она сверху. Короче, пошли разузнаем. А тут у нас, смотрите, багеты по 3.50, вот с колбасой и сыром. Как раз багеты я хотел отведать. Вот с тунцом, вообще аппетитный, тоже 3.50. И есть еще с курицей, куриное филе. Кофе, капучино надо узнать. Возможно, тут есть еще и круассаны. Как раз все это мы и отведаем. Потому что мы пока ходили, я уже говорил, нагуляли аппетит. Вот еще тосты с сыром по 3.90. Ну, выглядит очень свежий, прямо о слюнями начал немного давиться, пока снимаю для вас это все. Короче, планы немножко поменялись. Они сказали, что там, если взять у них багеты, то только take away. Типа, а если в ресторане, то там уже другие цены и там нет багетов. Кстати, я насчет круассанов узнал. Знаешь, что он сказал? Что? Что только с утра, типа, только на завтрак. Хотя у них в меню, он мне показал, там есть круассаны с завтраком. Ну, то есть, мы вечером на ужин начали искать круассаны во Франции, а их тут просто нет. Не, мне кажется, они то есть где-то в выпечках, но именно в рейстике, там, чтобы взять с кофе, как мы хотели, то, к сожалению, не выйдет. В общем, так как только take away, друзья, мы вернулись сюда в парк. Там базилика, парк, вид. По сути, мы просто сядем вот тут и будем есть и радоваться жизни. У нас багетики с тунцом. Да, я взял с тунцом. Очень много тунца и нет разных соусов, которых я не люблю. Это сабвай стиль, да? Ну, попробуй. Давай. Что ты там, как будто один хлеб укусила? Я булку пробую. Один хлеб. Ну, багет очень вкусный. Да? Мне понравился, да. Он свежий, хрустящий. Лучше, чем в магазине? Или то же самое? Я не знаю, что он сильно отличается, просто вкусный. Так это ж парижский багет. Сказали, что тут самое вкусное. Обманули? Похоже на обычные магазины. Обманули, значит. Наверное. Давайте истинный дегустатор Олександер сейчас попробует и скажет по-настоящему, как это все на вкус. Ну да, он обычный. Не, он хрустящий, он вкусный. Как бы, тунца много. Мне кажется, мы что-то не так делаем. Не там берем. Друзья, посоветуйте, что мы не так сделали. Наверное, надо в пеканне брать. Это такая, знаешь, типа, полуресторан, полу... Полу-навынос. Не знаю, как это назвать точно. Ну, все равно, приятного аппетита. Тунец, как минимум, вкусный. Смотрите, если спуститься от базилики в эту улицу внизу. Здесь находится прямо огромная улица с сувенирами. Реально, один за другим магазином. И мы уже зашли, приценились. То плюс-минус у цены нормальные, да? Можно большую эфилевую башню за 4 евро купить. Такую, не маленькую самую. Потом всякие брелки. Там тоже большое количество. Там за 2 евро, за 3. Ну, короче, смотря, что вам надо. Вот, это тоже все сувениры. В 2 ряда заходите. И, мне кажется, они еще и торгуются от этих цен. Может быть. И, смотрите, даже солнце вышло. Пока мы обошли, все спустились. И в итоге разъяснилось. Очень жаль, что это не случилось немножко раньше. Ну, хотя бы сейчас оно вышло. Оно хоть немножко греет. Хочу вам показать вкратце, какие сувениры в Париже. Смотрите, в основном покупают эфилевую башню. Вот, нормальный, кстати, размер башни. Чтобы не сильно большая. Всего лишь 2 евро. Здесь, на этом же базарчике. Такие вот маленькие вообще по евро. Можно немного больше. Ну, как немного. Вот вообще по 10. Это огромное. Мы видели еще даже больше. По-моему, есть больше. Такая огромная, а в самом начале. 16 евро стоит. И, конечно же, я хочу взять тарелку. Я думаю, ни для кого не секрет, что мы коллекционируем тарелки. Но такие мне не очень нравятся. Я хочу, наверное, вот из такого жанра. Вот, смотрите. 10 евро. Вот такая вот тарелка. Чтобы была и Франция, и Париж написанная, и Филева башня. Наверное, такую возьмем. Такие вот брелки по 4 евро, либо 3 за 10, смотрите. Со стразиками, какие угодно. Везде, в основном, Эйфелева башня. Ну, не знаю, именно в Париже интересно, да, такие сувениры? Прикольные. Да, вот смотри, еще с этими печеньками. А, макароны. Смотрите. Не, ну, интересно придумано. Они же с Францией пошли, да? Потому как бы тут макароны делать. Можно со стразами вот по 750. Есть еще те, что подсвечиваются. Короче, выбор реально огромный. Ну, вот смотрите, мы закупили сувенирами прямо на этой улице, как я и говорил. Там, где базилика. Реально, можно заходить в любой этот, торговаться. И причем в каждом разные цены. Надо сравнивать их. Цены все равно очень хорошие. Я бы сказала, что, наверное, во Франции одни из самых дешевых сувениров. Потому что даже вот эти эмигранты, которые возле башни продают, они вроде бы торгуются, но нет. Они начинают, например, за башню с 30 евро, а потом максимум они там до 15 опускают. Может, до 10. Ниже уже не хотят. Кстати, смотрите, именно в выпечке, не в ресторане можно взять круассан не на завтрак. Вот за 3.20, смотрите, с ветчиной. Ой, ну у нас в отеле такие же круассаны и точно такая же ветчина и сыр. То есть мы каждое утро едим круассаны с сыром. Да, смысл нам брать сейчас за 3.20, если мы вот недавно с утра, когда проснулись, поели. И я так понял, вот сладкий круассан там уже с какой-то начинкой. Евро 90. Или это классический, не пойму. А, и вот эта булка тоже на завтрак есть. Она с шоколадом. Pain out chocolate. Поняла, какая? Да, такая же квадратная. Мы, друзья, вот такие булки, вот такие круассаны в отеле едим на завтрак. Бончики по 4, кексы по 3.90, маффины. Ну, в принципе, такие цены на выпечку. А это, по-моему, десерт вот этот португальский, да? Или нет? Да, похоже, да, pastéis. Pastéis de noto, друзья. Мы, кстати, в оригинальном кафе в Лиссабоне пробовали вот этот десерт. Там, где его придумали. Там тоже огромная очередь была. Ну, такой неплохой, да? Да, неплохой. Не знаю, мне такое птичье молоко напоминало. Или крем, что-то. Какой-то, да, такой крем, заварной крем мне напомнилось сильно, да? Прошлись немножко дальше. И нам встречается, друзья, Carrefour Market. Давайте зайдем. Я не буду отдельно в Париже снимать обзор супермаркета. Но хочу некоторые позиции по поводу перекусов. Возможно, французских вин и шампанских, да? Покажем цены. Так что пошли. Смотрите, нам советовали с Франции привезти мед. Я так понял, вот целая стойка. Мед по 6,45. За сколько тут? 375 грамм. Большой выбор меда. Все из Франции. Смотрите, разные виды. Есть вот такие маленькие еще. Тут несколько штуки. Смотри, как раз с клубникой, с абрикосом, с инжиром. Это варенье все. А, это варенье? Это именно варенье. А я думал, это мед с добавкой. Вот это вот мед. Вот подешевле, смотри, 3,15. Вот тоже такой мед. И по перекусам сэндвичей, друзья. Честно вам скажу, нигде в Европе, даже в Ирландии, мы не видели таких дешевых сэндвичей, именно как в Париже. Вот, смотрите, 99 центов. Вот, двойной сэндвич. Колбаса, сыр. Это 1 евро. Смотрите, вот такие по 1,89 евро. Потом вот и уникальные сэндвичи с таким вот хлебом. Они очень вкусные. Тоже мы видели только в Париже. Получается, за 2 евро. И еще вот такой вариант, X3. Тоже нам нигде не попадалось. Бон аппетит. Только в Париже. За 2,24 евро. Смотри, какой офигенный. И мясо там, и зелень. Начинки много. И, кстати, с филе. Это такой ппшный, я так понял. Типа, чтобы не в Макдональдсе, а такое поесть и не потолстеть. Вот, смотрите, такая горячая пицца. Прямо хорошие начинки сюда добавили. 2,50 евро стоит. И, кстати, курочка-гриль. Без курочки никуда. 8,49. Ну, это здорово. Ух, ничего себе. Она огромная. Куропаточка, смотрите. 8,5 евро. Ну, не знаю, я пока курицы не хочу. Я думаю, мы попозже уже будем брать. Пока что хочется что-то такое поинтереснее. И получается огромный отдел с французскими винами. Я хотел показать из бюджетных вариантов. Вот, например, стоимостью евро 99 за бутылку. Смотрите, вот французское вино белое 11 градусов. Есть такой вариант за 2,79. Вот, смотрите. Белое тоже французское. Это уже красное. Каберне, Савиньон, Вин де Франс. Смотрите, 2,75 за бутылочку. Ну, вообще цены разные. Смотрите, 3,80, 4,45, 7, 11, 4. Ну, то есть, 5, 5, 5, смотри. 5 с копейками, по 8. Выбор огромный, реально. Вот целый ряд. Это все французские вина. Можно и по 15, уже и по 20 брать. Ну, короче, на любой кошелек. Подешевле, подороже. Какое захотели, такое и взяли. А вот шампанское, смотрите. Настоящая французская шампанское. Из провинции Шампань, да. И стоимость, получается, за бутылку 17,50. А то оптом, я так понимаю, или что это? Нет, сейчас скидка еще идет. 12,25 он будет стоить. Через карточку какую-то. То есть, шампанское примерно в такую стоимость. Мы вот, кстати, нашли целый ряд шампанских. Именно нормальных французских. Вот де Франс 20 евро, 22 евро. Потом 18,50, 23, 29. И, кстати, вот. Мойот. Тут оно 41,30. Ну, там в каждом магазине разные цены. Короче, насмотрелись мы на вино, на шампанское. Решили что-то и себе взять, друзья. Вот эта бутылка нам уже так намаячила. Именно вот этот Матиус португальский. Не знаю, или Матеус. Напишите, как правильно. Короче, в каждой стране нам она всегда встречалась. И мы ни разу не пробовали. В Португалии, даже на набережной, вот эти иммигранты разносили, продавали. Ну, конечно же, X2, там, X3. Короче, вот эта бутылка здесь 5 евро всего стоит. Португальское розовое вино. Кто пробовал, тоже пишите в комментариях. Мы попробуем. Потому что каждый раз она еще такой интересной формы. Прямо кидается в глаза. Я поначалу думала, что это коньяк, когда увидела эту бутылку. Да, и она кидается, друзья, в глаза. И почему-то хочется взять. Видите, как работает маркетинг. Вроде бы бутылку интересную придумали. И она запомнилась. И мы ее теперь все-таки в итоге взяли. Сейчас мы пришли на улицу Пигаль. Это место очень популярное во Франции. Считается это как улица красных фонарей в Амстердаме. Здесь находятся разные секс-шопы, кабаре. И написано, что еще много чего интересного. Мы, кстати, зашли. Вот, смотрите, секс-адром. Там на втором этаже всякие белье, короче, продают. А на первом реально огромный секс-шоп. И все ходят там. Еще людей так много внутри. Да, так, знаешь, ходят как на выставке какой-то. Заходят, смотрят. Но мы, друзья, не будем это показывать. Одно, во-первых, мало кому это надо. Во-вторых, ну, типа, Ютуб не пропустит. Потом будет блокировка. А вот, друзья, кафешка Point G. Называется .g, кстати. Да, я не видела. Да. И смотрите, что тут продают. Это, друзья, что это? Вот, смотри, с блесточками даже. А то с пирсингом. И вот кекс разный. Ну, это пончики, да. Это пончики такие, друзья. Ну, честно говоря, я такого еще не видел. Вот, смотри, тоже. Прямо этот, присыпкой украсили. И смотрите, вот такой еще вариант есть. Ну, я не знаю, это уже чисто такой, знаете, прикол конкретный. Хочешь пироженку? Нет, не хочу. Что, аппетит пропал? Тей наёсь. Так же еще в районе Монмарт находится Монмартское кладбище. Оно очень популярно среди местных жителей и даже туристов. Кладбище сделано в стиле парковой зоны. На кладбище очень много могил разных популярных людей, певцов, поэтов, потом просто выдающихся людей. Писателей. Писателей так же. И люди просто приходят погулять и посмотреть на все эти могилы. К сожалению, мы на него не пойдем, потому что оно уже закрыто. Работает оно только до 18-30. Но если будете здесь, можете ходить погулять. Оно находится позади меня, если повернуть направо. Это улица, где находится Малинруш, да? То есть позади нас Малинруш, позади меня. Прямо до конца улицы направо и там пешком пройтись немного. Так что, друзья, на этом моменте будем уже заканчивать данный выпуск. В принципе, самое основное, все, что в этой стране находится, мы вам показали, постарались. Я очень надеюсь, что вы оцените и поддержите нас лайком. Напишите свои комментарии. Да и в целом просто пишите, какие у вас впечатления от Франции. Хотели бы вы сюда приехать. Возможно, кто-то был. Пишите, в каких местах, что вам больше всего понравилось. Обязательно ждем все комментарии ваши под этим видео. Также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. И подписывайтесь на нас в Инстаграмах. Потому что именно в Инстаграмах мы все публикуем в реальном времени, в сториз. Ссылки на Инстаграмы есть, как всегда, в описании под этим видео. И до скорых встреч совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока. Пока.